Гости фестиваля шутили. Давно зима так не сопротивлялась своим проводам. Алтайские предгория встретили гостей шквальным ледяным ветром. По нашим данным, накануне из-за прогнозов погоды, многие организованные группы туристов отказались от поездок. Тем удивительнее, что по подсчетам организаторов, на площадку со всего края приехало порядка 8 тысяч человек. Да потому что мы молодые и красивые, и нам не хочется дома, поэтому мы приехали. Мы просто любим путешествовать. Погода не смущает? Нет! Люди откровенно соскучились по массовому веселью. Многих не остановило даже то, что Масленица 2021 с самого начала предполагалась существенными ограничениями. Обязательный масочный режим и отсутствие общепита. Причина, разумеется, пандемия, которая официально, в отличие от зимы, не закончилась. Так что Масленица стала своего рода попыткой вернуть в строй алтайский событийный туризм. Первое такое крупное мероприятие, которое мы с таким очень трепетом проводим, потому что на нас очень много взглядов со стороны, ну, ситуация своеобразная, да, все прекрасно понимаем, о чем мы. Вот поэтому, помимо блинов, мы еще раздаем маски на входе. Это обязательный атрибут этой Масленицы. Блинов, правда, было немного, во всяком случае, открытых кухонь не было. Так что гостям оставались менее традиционные для этого праздника шашлыки. Из народных забав оставили самые традиционные. Дуэль на мешках, состязания гиревиков, конкурсы чучел зимы. И, конечно, не обошлось без открывающего праздник шоу. Масленица после слуха на обитое брюхо. Мне очень нравится, очень, очень нравится, что все-таки, вот, подобные мероприятия, мне кажется, русскую культуру поддерживают. То, что сейчас, на мой взгляд, очень важно. Молодежь к этим вещам привлекает. Ну, вот, мне кажется, только понятен. А вот, что точно было под вопросом, это традиционное лазание по столбу. Просто потому, что на пронизывающем ветре даже одетым было неуютно. Но есть еще, оказывается, богатыри в русских селениях. Еще немножко! Итак, посмотрите, кто там у нас развивается, как флаг. Это Александр! Ребят, вот он, первый, первый же ТОП, первый же победитель, Александр! Ну, это девятая победа моя здесь. Подряд. Один раз не взял, болел. Смотрите, наш спортсмен, боец уже подошел к ряду. Потом, на следующий год, два раза подряд. Но, пожалуй, самое главное в этом массовом празднике, то, что он, наконец-то, несмотря ни на что, состоялся. Это словно бы символ, что возвращение к нормальной жизни неизбежно, как и приход самой весны. Илья Кочетков, Дмитрий Денисов. День с толком.